Музыка Итак, базовый гардероб для фрилансера. Женщины, не обремененные офисом. Обязательно платье. Вы обратили внимание, дорогие женщины, дорогие девушки и подруги, как соскучились на нашей улице по юбкам, по платьям, по очень женственным сарафанам. Вы поняли, что соскучились? Да. И я это вижу в своей жизни. Мне вдруг захотелось ходить в юбках. Наверное, наскучили нам мужские брюки, даже в женственном исполнении. Наверное, практичность загнала нас в угол. Мы перестали расти. Мы перестали двигаться вперед. Поэтому обратите внимание, нет такого типа фигуры, нет такого возраста женщин, которая бы не могла подобрать себе идеальное платье. Вот у вас должно быть идеальное платье. И повод у вас есть, поверьте. Это не обязательно роскошное, кричащее, щедро декорированное всякой мелочью, стразами, буковками, бусиками, пайетками, бисером. Это правильное платье, которое вас может представить этому миру. Начните искать это платье. Я даю вам свой совет. Вы вольны им не воспользоваться. Если у вас есть немножко времени, если вас заинтриговала вообще та беседа, которую я с вами веду, возьмите себя, возьмите своих подружек, виртуальных или настоящих. Пойдите в хороший магазин, пойдите в бутик. И перемирите все, что вам в голову не пришло бы померить раньше. Просто посмотрите на себя другими глазами. Я вас уверяю, вы себя не знаете. Если вы никогда глубоко не копали, вы себя не знаете. Вы не знаете, как вам идет платье. Вы не знаете, как вас украшает юбка. Вы не знаете, как можно красиво преобразить самый спокойный, базовый, серый, бежевый, белый, в крайнем случае черный, цвет с помощью украшения в правильное платье. Еще один совет. Никогда не покупайте бижутерию, которая смотрится, как елочные игрушки. Если вы молоденькая, юная, начинающая девушка, если вы тюнейджер, пожалуйста. Вы можете себе это позволить. Но не хорошо, когда женщина, знающая себе цену, одевает пластиковые украшения. И та о ней говорит очень много. Я не умею. Я не научилась. Мне плевать на ваше мнение. Я неинтересна сама себе. Ваша бижутерия, дорогие дамы, должна быть похожа на ювелирное украшение. Или же на какую-то редкую вещь. Хэндмейдка, сейчас говорят. Ключная работа. Не обязательно это миллион валеных бусинок. Это может быть действительно что-то оригинальное. То, что выражает вашу личную индивидуальность. Обратите на это внимание. Мы с вами договорили, что базовый гардероб очень спокойных цветов. И только яркие аксессуары, яркие украшения. А сумочки вы почитаете, вы подберете себе размер. Если вам нужно вытянуть фигуру, берите сумку на длинном ремне. Если вам, наоборот, нужно какую-то часть тела скорректировать, треугольники, перевернутый треугольник, вы можете сумку носить под мышкой или на бедре. Она или увеличит, или уменьшит. Это индивидуально. И это ваша работа. Это ваш путь. Он очень интересный. Вы когда погрузитесь в эту моду, вы узнаете о себе очень много интересного. Вы узнаете об окружающем мире очень много интересного. И это то масло, которое вас может спасти в тяжелые моменты. Вы всегда должны выглядеть на 5. Ну, на 12. Смотря какая градация. Вы всегда должны нести себя большим достоинством. Посмотрите сейчас на себя в зеркало. Не преувеличивайте и не преуменьшайте свои недостатки. Будьте честны с собой. Найдите время. Посмотрите новые тренды. Посмотрите на свой гардероб. Посмотрите на него новыми глазами. Но берите все пестрое, разноцветное, безвкусное. Я не говорю о красиво-вкусных сочетаниях. Но все, что аляповато. Все, что жестоко украшено стразами. Или там тигры. Или еще какие-то звери. Если хотите тигра, пожалуйста, капелька. Маленький штрих. Ручка на сумочке. Или клипс. Что-то такое очень незаметное. Если вы все в тигре, это означает, что у вас агрессия. И она не имеет никакого выхода. И у вас нету возможности свою ярость слить каким-то другим образом. Вы преображаетесь в тигр. Оцените прелесть мягких пастельных цветов. Если вам интересно, вы можете набрать определенные сайты, в которых вас научат, как смешивать цвета. Кроме того, что есть основные три основных цвета. Красный, синий и желтый. При их смешении мы получаем дополнительные основные цвета. Зеленый, фиолетовый, коричневый. Если мы их смешиваем с соседними цветами, мы получаем палитру многих-многих оттенков. Но у вас главный учитель – это природа. Природа – ее творец. Посмотрите, какова красивая гамма песочных, мокрого, сухого песка. Даже пыль имеет оттенки. Очень красиво, когда это базовые цвета. И вы можете потом ни в чем себе не отказывать в буйстве красок. И вас никто не упрекнет в отсутствии вкуса. Потому что хуже нет, когда женщина безвкусно одета. Это снижает ее внутренний рейтинг на порядок, а то и больше. И у вас есть возможность получить правильную информацию. У вас есть источники доступные. Просто захотите. Нельзя кушать из одноразовой посуды каждый день. Нельзя превращать свою жизнь в унылое, таскание некрасивых вещей. Ищите свой стиль. Вы можете гардероб формировать, исходя из необходимости выглядеть таким или иным образом в том месте, где вы служите. Или не служите. Но вы можете подразделить свой гардероб еще на стиле. О стилях тоже много написано. Есть модные, есть немодные. Я очень люблю Бохо. Это прекрасный стиль длинных валанных юбок. Но если они будут красные, вы будете смахивать на цыганку. Если черные, на Елену Ваенгу. А если это будет пастель хорошо украшенная, вы будете самой собой быть красивой, милой дамой. Подарите свою нежность своим близким. Девочки, милые, не экономьте на себе. Я не говорю о деньгах. Я говорю о времени. Я говорю о том душевном времени, который вы можете посвятить самой себе. Вы поверьте, что это зерно, которое вы посеете в поисках себя, оно дает правильный всход. Всегда. Потому что нельзя, не заглянув вовнутрь, правильно сформулировать послание мира. Итак, базовый гардероб. Девушки, женщины, фрилансеры. Это топы, однотонные, светлые, темные. Это джемпера. Это футболки хорошего, качественного трикотажа. И желательно все без принтов. Это набор шарфов, который вам зададут тон. И если вы не готовы отказаться от черного, хотя бы уберите его пониже. Завяжите шарфик, отпарите от мужненной сорочки воротничок, застегните ее на шейке. Это будет очень-очень уместно. Поиграйте. Мода не должна быть слишком серьезной. Это хорошие брюки, которые сидят на вас безукоризненно. В зависимости от вашей фигуры вы всегда можете подобрать правильную пару брюк, бриджей, иногда шортов, если вы молодая стройная девушка. Не переборщайте с оголенностями. Если вы открываете часть ноги, закройте часть верха. Иначе сквозняк выдает все правильно из вашего внешнего вида. Если вы юная тоненькая двигер, тростиночка, вам проще. Если вы корпулентная дама, вам сложнее, но тем не менее интереснее. У Вячеслава Зайцева, российского дизайнера, у нее самые любимые девочки. 100+. И он говорит, не важно, сколько вы весите, даже если это 100 килограмм, но это 100 килограмм модного внешнего вида. На сегодня все.